Трудовой кодекс Беларуси внесены изменения. Соответствующий закон подписал президент. В частности, родителю троих и более детей или ребенка-инвалида теперь предоставляется право заменить еженедельный дополнительный выходной с сокращением ежедневной работы на час. Также появляется возможность получить освобождение с сохранением зарплаты при прохождении диспансеризации. Полис международного автострахования «Зеленая карта» продолжит действовать между Белоруссией и Россией и после 30 июня. Также соглашения о продлении заключились Азербайджаном и Турцией. Что касается остальных стран, то белорусским автовладельцам, выезжающим за границу на личном транспорте, придется оформлять договор пограничного страхования на территории того государства, в которое они въезжают. Белавиа запускает рейсы в Индию. Самолеты начнут курсировать из Минска в Дели и обратно. Первый полет запланирован уже на 11 августа, а затем каждую пятницу. С 20 сентября добавят второй прямой рейс, который будет действовать по средам. Вылет из столицы в 20.25. Время в пути 9 часов. Стоимость в одну сторону стартует от 319 евро, в обе – 569. В Беларуси на пятницу объявлено штормовое предупреждение. По восточной половине страны ожидаются грозы. Температура будет колебаться от плюс 20 до 27. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. МЧС призывает к осторожности. Велик риск обрыва линий связи и электропередач. Вероятно, обрушение слабо укрепленных конструкций, крыш зданий и деревьев. В Могилевской области произошла серьезная авария. ЧП случилось накануне около 8 вечера вблизи деревни Евдокимовича Шкловского района. 38-летний водитель «Пежо», двигаясь с лафетом, на котором перевозил автомобиль БМВ, потерял управление. Машина выехала навстречу и столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген», который от удара съехал в кювет. Госпитализированы 4 человека.